На что мы соглашаемся, давая добро на обработку персональных данных, насколько опасны социальные сети и как защитить себя в эпоху тотальной информатизации. На эти и другие темы говорили сегодня участники конференции «Будни информационной безопасности-2017». Ее организатор – ведущий российский разработчик средства защиты данных. В цикле конференций, посвященных информационной безопасности, Мурманск – первый из семи субъектов. Показатель актуальности темы – количество пришедших специалистов. Чтобы посадить всех, пришлось нести стулья из других залов. Рост цифровых потоков, популярность банковских карт и появление новых гаджетов заставляют обращаться с данными предельно аккуратно. И делают этот процесс частью современной культуры. Специалисты сравнивают персональную информацию с ключом от квартиры, который мы всегда держим при себе. Так следует поступать и с личными данными. Сегодняшняя конференция посвящена не только этим элементарным вещам, но она уже переводит специалистов государственных и муниципальных органов власти на другой уровень. А именно уровень сохранения той информации, с которой они ежедневно сталкиваются, ежедневно работают, которая помогает улучшать качество жизни населения. Попытки взлома и хакерские атаки для современной индустрии – обычное дело. Потому эффективна система информационной безопасности, обязательная составляющая работу любой компании, имеющей дело с данными. Это целый комплекс мер – от обучения специалистов до сертифицирования техники и обновления методик. Стоимость зависит от объема и ценности информации. Мы уже пережили все вместе в нашей стране ряд моментов, когда, например, были отключены серьезные телекоммуникационные инфраструктуры наших заводов стратегических. Были сбои в нашем информационном оборудовании на важных объектах. Сейчас не зря говорится о кибертерроризме. Создаются специальные подразделения, которые связаны с обеспечением информационной безопасности. На сегодняшний день вопросы защиты информации стоят особенно остро. Как для государственного сектора, так и для бизнеса в России и во всем мире. Только в Москве за пять месяцев 2016 года были зарегистрированы сотни тысяч попыток несанкционированного доступа к базам данных. А рост кибератак в мировом масштабе увеличился на 40%.